Всех приветствую, друзья! С вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш, игра у нас в Clash of Kings. Друзья, у меня для вас новости, особенно это касается всех, кто летит к нам в Королевство. Прежде чем, друзья, начать, не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк или дизлайк, ну и пишите, ребят, комментарии. Также игра The Anz переехала на новый канал, ссылочка на неё также в описании. Итак, друзья, вы знаете, что мы здесь меняли трон? Две недели мы, две недели китайцы, вот, меняли-меняли мы, короче, и на этой неделе мы отдали трон китайцам. И они на нас стали нападать, вот сегодня. Что же, ребят, вы думаете, у нас теперь происходит? Всё правильно, у нас началась война, друзья. Ну, они нам давали слово, прям клялись, что типа всё будет чётко, всё то-сё, но в итоге всё равно, короче, напали. Но не все, друзья, скажу в их защиту, что самые сильные китайцы, которые были у нас в сборщике, они ушли из Альянса. Один пришёл к нам в Альянс. Вот он у нас находится, самый сильный, который, ребят, вы помните его. И другие китайцы ушли, другие Альянсы сильные. Осталось у нас вот такой вот расклад, там ещё наши сидят, русские игроки. Ну и, короче, ребят, будем воевать. Они сборили у нас нета. У меня, к сожалению, нет этого отчёта, но там они не пробили. Вот, мы немножко пошумели, так сказать. По мне тоже ударили дуэлькой. Ну, меня дуэль убить не так уж легко. Вот. Дальше я дал дуэлью ихнему. И потом начали сборить замок. Сборили мы замок. Я бафнулся, все моменты включилось, а всё, что было. Ну и заехали по нему, так, неслабо довольно-таки. 110 миллионов сняли. 17 в гробы ему легло. У меня тут урон получаем пехоты. 67% друзья в атаке. Снижение неплохо, считаю. Здоровье 745. Но что-то я тут не докрутил. Только потом я понял, что здесь у меня не стояли уроны кавалерии, здоровье. Вот видите, я здесь могу поменять. У меня камушки для этого есть. Так. Получаем урон кавалерии снижения. Вот здесь надо было менять мне. Я этого, друзья, не сделал. Вот кавалерия тоже здоровье, поэтому пехота стояла. Дальше больше, друзья. Ещё одно ралли. Тут уже Санчес залетает. Второй наш сборщик Александр. У него, конечно, замок посильнее. Там уже Крепчик сидел. А нет, тот же самый замок. Тоже Крепчик. Ну, Крепы сильные, ребят. Паладину тут валят нашу пехоту вообще по-чёрному просто. Так. И потом я ему ещё заехал разулю тут. Он уже в сети. Бафается. Ну, дальше он щит уполз. Тут у меня уже получаем урон пехоты 72%, друзья. И Креп уже полный замок, ребят. Вообще весь зашарен. Смотрите, у меня сколько снижения. 210. Но урон при нападении 237. База, маяк, коней. 43. И был не перекручен. Тут урон наносимый. 99. Он не полный. Так у меня выше, потому что... Герой в плен попал. Я забыл его почему-то. Забыл навык Артуриана включить. Видите, здесь у меня герой без облика висит уже. И с него слетел этот амулет. Ну, я в торопях ударил. Замок уже был полный Креп. Но всё равно нормально заехали. Достаточно хорошо. Ну, Креп, конечно, убил почти треть ралли. Замки у них сильные. Куча замков. Сейчас тоже есть замки без щита. Миллиардники. Всякие просто стоят. А мы их убить не можем. Потому что у нас два сборщика. И у нас обоих кончились в супер-ралли. Обидненько, да? Вот. Так что, друзья, кто там думал, что у нас нет войны, ребят. Война у нас есть. В субботу Хлесталова за трон. Сильные китайцы от них ушли. Так что мы будем воевать, друзья. И я думаю, у нас всё будет хорошо. Так что, всех, кто к нам, ребят, не хотел лететь. Типа, у вас мир, друзья. Какой у нас мир? У нас тут такая жара будет. Естественно, к ним придут на помощь. Обидненько, конечно, да. Что, ну, клялись нам, клялись. В итоге всё равно на нас напали. Да. И у нас была ещё дилемма о том, что, ну, перед перелётами, как им трон, типа, отдавать может не отдать. Но, короче, если бы я не отдал, например, трон, да. То потом при меня хейтили, типа, вот Джокер там, вот он, то, вот он, всё, ему верить нельзя. Короче, сдержал я слово. И в итоге вот что получилось. Ну, ничего, я не буду отчаиваться. Знаю, что на помощь ко мне летит эскадрилья целая. И, в принципе, у нас всё будет хорошо, ребят, здесь. Ещё раз, друзья, я напомню вам всем. Королевство моё 2066. Альянс наш, Кео, Клера Скай. Так. Альянс. Так, сейчас я вам покажу, ребят, силу. Сила. Сила лорда. Лог рейтинг замков. Так, это не то, что-то я тут путаюсь. Лорд рейтинг силы, друзья. На данный момент у нас расклад такой, топ 50, имеет 522 миллиона, друзья. Ну, вы понимаете, да, сколько вам нужно скидывать. Не забывайте про силу пустого замка и всех этих моментов. Ожидаем примерно, ну, я надеюсь, друзья, игроков на 40, 50. Было бы вообще круто, если всё к нам придут. Ну, хотя бы 30, ребят. Много очень желающих, да, летит. Но не факт, что все пройдут, ребят. Не забывайте, что нужно силу пустого замка как можно выше, чтобы к нам прорваться. Так как китайцам стопудово пойдут. Вот стопудово, ну, они понимают, что здесь будет жара у нас в королевстве. У нас королевство довольно-таки реально сильное. Вот. Мы только одну КВК проиграли за всё время, как сюда я прилетел. Так что... Ух ты, смотрите-ка, они готовятся трон оборонять. Уже тут что-то навыставляли. Уми. Ну, окей, окей, посмотрим. На КВК у нас сбор, ребят, 6,5 лямов. Если наш китайц садит на сбор, у нас будет под 8 лямов, друзья. Я не знаю, будет ли он против них воевать. Я думаю, конечно, нет. Просто так сказать, ну, то, что слово сдержало, он ушёл. Может, это их план такой был. Короче, этого нам никогда не узнать. Но, по идее, он может просто в субботу рухнуть в трон вот этот китайц, который у нас. Его никто вообще отсюда не выбьет. Ну, просто никто. У него тысяча, ребят, луки. Тут, ну, вообще никто не трыкнется против него. Поэтому посмотрим, что будет. Мне, честно, всё равно. С троном мы будем или нет? Без трона мы даже веселее нам играть, как кулак будем всех колотить. Так что жду, друзья. Главное – это актив, стремление к игре, желание играть. Ну, и, ребят, в принципе, уважение нашей команды. И, ну, не забывайте, что там у нас, как бы, есть там правила, пушки надо иметь, там все дела. Ну, и самое главное, ребят, это лояльность к коллективу. Без, там, оскорблений. Потому что у нас тут есть, как бы, свои небольшие конфликты. Стараемся всегда мирно решать. Естественно, ну, будут пресекаться эти моменты. Тем более я, модератор, за бантом, за мат банить буду 100%. Так что, ребят, не обижайтесь. Это просто сделано, чтобы у нас был более дружный и сплоченный коллектив. На этом всё, друзья. Всех жду. Новости, я думаю, для вас счастливые, для кого-то нет. На этом всё, ребят. Удачи вам. Новости, я думаю, для вас счастливые, для кого-то нет.